Орлан Белохвост. Мы уже в 16-м году знали, что он ездит. Мы, по-моему, ездили за птицами, и баба увидела издалека, что сидит какая-то птица. Мы сфотографировали, ноги мохнатые, мохнатые. Листая страницы Красной книги Алтайского края, пятиклассница Алина Баксорн с восторгом рассказывает почти о каждой птице, которая есть в издании. Еще бы! С трех лет Алина вместе с бабушкой фотографирует пернатых. Каждый день девочка делает до тысячи кадров. Только за этот год, рассказывает школьница, ей удалось заснять больше ста видов птиц. Теперь все чаще она охотится за фотографиями краснокнижников. Свою первую встречу с редкой птицей Алина до сих пор не может забыть. С бабушкой запрягаем коня и просто везде ездим, высматриваем. Ну вот мы проехали, едем назад и смотрим, там стоит какая-то птица. Но мы не знали, что это цапля. Потом поближе подошли, ну я подошла, и увидели ее. Я так обрадовалась. И шла, пряталась за кусты, чтобы так раз выглянула, сфотографировала. Это было счастье. Два года назад Алина узнала о проекте «Усынови за казни», где юные натуралисты под руководством учителей ищут новые места обитания редких и исчезающих видов. Параллельно дети следят и за состоянием уже известных популяций. Алина решила участвовать и не зря. Школьница выиграла в трех конкурсах проекта, а главное научилась новому – различать птиц не только по голосам и повадкам, но даже по полету. В награду 8 наблюдений Алины Баксорн включили в новое издание «Красной книги Алтайского края». Вот в этот период времени сразу все мы учились одновременно. Вы представляете, Алексей Эбель учил, как фотографировать, как работать с фотографией. Мы стали понимать, что куда бы мы ни ехали, солнце должно быть у нас за спиной, чтобы хоть какой-то там кадрик появился. В проекте участвуют и другие талантливые ученики со всего края. Они открывают неизвестные прежде места обитания краснокнижных. В прошлом году школьник Денис Болотов из Алтайского района наблюдал сибирскую миногу, фото которой передал ученым. Оказалось, этот вид последний раз регистрировали 10 лет назад в Республике Алтай. И теперь его, конечно же, включили в «Красную книгу» нашего региона. Всего же за полгода только от учителей и школьников экологам поступило больше 200 наблюдений о находках редких и исчезающих видов. Конечно, ученые не всегда могут выезжать на территорию, чтобы пронаблюдать. А дети и учителя, если им показать и рассказать, это ведь фактически еще одни глаза для нас, которые находятся там непосредственно на территории и могут порой даже больше подметить и заметить чего-то ценного и интересного. Впрочем, не только дети, но и взрослые в Алтайском крае интересуются краснокнижниками. Недавно жители Первомайского района сообщили сотрудникам Минприроды о новых местах гнездования черного аиста. Этот вид пернатых включен и в российскую «Красную книгу». Птенцы уже окрепли и вылетели из гнезда. По словам специалистов, лесные территории, где они найдены, получат особый статус и охрану. Это серьезный индикатор, на самом деле, в плане всего развития Алтайского края, наличия краснокнижников. Это сегодня на общем мировом уровне принятый факт всеми учеными и всеми. То есть в регионе, где люди заботятся о природе, где они думают об этом, где они строят искусственные гнездовья для краснокнижных видов, не для каких-то там, от которых польза есть для человека, а именно просто для биоразнообразия, для природы. То есть поэтому всегда делается вывод, что с этим регионом. По словам экологов, сегодня бережное отношение к природе становится мировым трендом. Специалисты отмечают, «Красная книга Алтайского края» – это не сувенир, который выпускают раз в 10 лет. К ней обращаются каждый раз, когда принимают решение об освоении новых территорий. А потому важна любая информация о редких видах животных и растений. В этом году книга пополнилась на 16 видов животных. Краснокнижниками стали «Серый сурок», «Краснощекий суслик», «Дубровник», «Большой кроншнеп». Новое издание скоро появится в районных библиотеках и экологических центрах края. Алина Баксорн в подарок от Министерства природы получила один из первых экземпляров. Но на этом школьница останавливаться не намерена. Уже сейчас Алина знает, что в будущем станет орнитологом. А значит, впереди много исследований и открытий, которые наверняка войдут в следующие издания. Алена Февраль, Артемий Панченко, информационный канал «Город». Алина Февраль, Артемий Панченко, «Город»